Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы, как всегда, на канале Семья на Чемоданах, с вами я, Савиан. Я вас сегодня приглашаю в новый видеоролик, и начнем мы этот видеоролик с купания в море. Мы остановились в Керчи, наконец-то мы приехали в Крым, как давно мы это хотели. Сейчас я вам покажу, какой вид у нас открывается, покажу, насколько близко у нас море. Вместе прямо с вами, прямо сейчас дойдем. Мы живем вот в этом вот номере, это гостевой дом. Потом мы сюда приезжаем четвертый год подряд к нашей любимой Елене Владленовне. Я контакт ее автоматически оставляю в описании под этим видеороликом. Обязательно звоните ей, пишите сюда, приезжайте, вам 100% понравится. Скажу сразу, здесь не лухари, здесь не пять звезд, здесь по-домашнему гостеприимная и, самое главное, какая здесь ценность. Сами смотрите. Еще в этом видеоролике мы обязательно сегодня сгоняем в Керчь, на рынок, посмотрим цены, ну и еще много всего интересного. Перед началом просмотра ставьте лайки, пишите комментарии и погнали. Смотрите, какая красота, я вот здесь на террасе, такой у нас балкончик здесь. Я только что позавтракал, на самом деле мои уже давно на море, я работал, сидел и еще загружал видео на YouTube. Теперь смотрите, какая красота у нас здесь, у насенька уже идет, вообще меня зовет, потому что очень сильно хочет покупаться, а я никак не приду к ним, хотя море, оно вот, по ступенькам спустился и пляж. Вот этот пляж, песочек, у нас вот виден Крымский мост, там полуостров Тамань, в общем, пойдемте прямо сейчас спускаться. Так, я беру сумку и погнали вместе с вами дойдем до пляжа, я вам покажу, какая здесь красота, просто рай. Вот за мной Радюшка пришел, пойдем, зайдем сюда. Ногольчка, рыбка. Да, будем нырять. Сжарилась там на сен, да? Да. Это Настяка, посмотрите, какая красота, они все в какой-то стружке непонятной. Ну, короче, я не знаю, как его не будет, сынчик. Пойдем, в море со мной будем купаться. В бассейне он не сидит. Не, почему? Он же со мной нормально будет купаться. Здесь доделали номера, здесь прекрасная беседка, где можно посидеть, покушать. Собственно, мы уже вчера ужинали прошлый выпуск, смотрите. Посмотрите, какой цвет, какая прозрачная сегодня водица. Здесь можно поставить лежачок. К сожалению, из-за больших осадков в этом году зимой пляж просто смыло. Здесь был широкий пляж в том году, и все 4 года подряд мы его показывали. Вон там тоже был пляж, где женщина заходит. Вот примерно вот так вот был песочек. Но это как бы не песок, это ракушка, видите? Вот. Но ничего страшного в этом нету. Можно повернуть голову и пройти вот сюда, вот этот пляж. И, собственно, здесь купаться. Людей уже утром предостаточно, но места всем хватает. Так что сейчас будем купаться. Видите, какая красотища. Вода вообще просто невероятная, чистейшая. Изначально запустим насеньку, потому что она... Ну да, да. Да. Как в оленевке, действительно. Мы там... Я уже ходил на пляж, ставил ребятам зонтики, чтобы они нормально сидели без меня. Ну и сейчас я уже пришел. Сейчас будем окунаться. Мелко, хорошо. Детям здесь вообще раздолье. Мирончик с Настенькой не пошел плавать. Плавать. Да. А, с папкой пошел. Я не ругаюсь. Детям, ругаются. Ой, красота. Да, сынок. Вот так вот, да. А я им. Ребята! Настенька поплыла. Мы уже выехали на рынок. Едем на центральный рынок. Находится он на сеной площади в Керчи. И именно на этом рынке можно купить свежую рыбу. Я надеюсь, что мы едем по времени нормально. Сейчас полдвенадцатого, и нас еще ждет свежая рыбка. Вообще, конечно, лучше всего ехать пораньше. Ну, посмотрим. Естественно, покажем ценники. Вчера мы заходили на рынок, который здесь, возле Героевки. Ценники, конечно, на овощи и фрукты. Очень сильно удивили, ну, в положительную сторону. Но посмотрим, как будет именно на этом рынке. Мне, кстати, так нравится вообще флаг Керчи. Цветовая гамма вообще просто как выглядит. Мы, кстати, вот уже подъехали к центральному рынку. Вообще, стараемся вот прямо на этой улице оставлять машину. Получится ли сейчас это сделать, я не знаю. Вообще, конечно, все забито. Тут все перерыто. Мы сейчас что-нибудь будем искать. Надеюсь, нам повезет, как всегда. Представляете, в том году мы припарковывались прямо на этом же самом месте. Парни, отойдите с дороги. Здесь, конечно, движение такое. Все едут кто куда, кто откуда. Так, сейчас пропустим, Артем. Даже нет. А то на ноги наедет. Да, рынок забит. Лучше всего, конечно, приезжать сюда пораньше, в принципе, чтобы даже если купить свежую рыбу, да, если вы любите это дело. Так же, как и мать. В том году рынок горел. На самом деле, по телевизору показали, что прям горит-горит. Я так и думал, вообще, так трагичная здесь история. А по факту, я вчера разговаривал с Леной Владимировной, она горела. Он просто начал коптиться. И все просто палатки, они очень сильно закоптились. А так прям пожара прям такого мощного, как, например, в Сочи горел рынок. Ну, нет. Такого здесь не было. Сейчас еще нужно, по ходу дела, здесь где-то снять наличку. Потому что у нас нету налика. И, скорее всего, здесь нельзя будет оплачивать карты. Ну, в самих палатках. В магазинах, понятное дело, можно. Везде висят вот эти таблички, что принимают оплаты картами. Но не знаю. О, турецкая продукция. Палатка. Центральный вход. Так. Здесь вроде как персики уже местные. Насколько мы поняли. Виноград 170. Нектарины 150. Черешня 90 рублей. Вообще класс. Кукуруза по 35. Картошка 50. 40. Перцы по 50. Ну. Вообще красота. Кукуруха вон. Вообще 120 черешни стоит. Вообще она прям аж фиолетовая. Здесь огромный рынок вообще. Вон, смотрите. Такая огромнейшая территория. Ну, черешня сейчас точно возьмем? Прям пару килограмм, да, Настя? Вот персики медовые. 160. 120 абрикос. Вообще 20 рублей. Кукуруза, но он так себе, конечно, выглядит. Просто мед. Крым. Бахчисарай. Вот. Видите местные. Шикарно. Крымская дынька. Вот. 150, 130. Ну, короче, надо брать черешенку. Сейчас я спрошу. А персики местные уже? Да. Круто. Надо брать. Надо брать. По 150 нормальная цена. Да. Ну, и персики покупали. Минимальная цена. 60 экпатория, помнишь? Да, да. Ну, по 120 еще. Вау, крыжовник. Шелковицу мы соберем тоже. Да, шелковицу мы соберем возле дома сегодня. Вишенку, кстати, тоже можем набрать. Да. А черешные купим первые. Слушайте, ну цены клевые. Подожди, а где еще один? Вот один. Все. Вижу. Господи, дети разбегаются. Клубничка 250 рублей. Клубничка 250 дороговато. Я не знаю. Залипушка 25, 15 укроп. Так, пойдем до рыбы сначала, может быть. 40 рублей лаваш. Специи, одежда. Короче, здесь можно купить все, что угодно. По-моему, он вот тут. Нет? Можно за ручку, мама? Так, ладно. Пойдемте дальше. Здесь, в общем, есть вот такая улица. А есть еще рыбный корпус. Он такой огромный-огромный. И такой же огромный мясной. Но сначала решили идти за рыбой. Бананы по 130 как раз меня отметили в Крыму. Я говорю, а что так дорого? Она говорит, у нас бананы не растут. Вот, черешенка. Вот этой палатке, кстати, мы покупали выпечку. Запоминайте. А вообще в нашем авторском гайде отмечен рынок и куча всяких геолокаций. И вообще можете его приобрести и пропутешествовать по Крыму с легкостью, с удовольствием. Он подойдет как и для тех, кто отправится в Крым по отелям и по гостям домам, так же, как и с палаткой. Ссылочку к приобрести я оставляю в описании под этим видеороликом. Среди сантехники и всяких барахолок есть как раз этот рыбный корпус. Вот он, козырек торчит. Будем сейчас заходить. Какие здесь запахи. Вот, 150. Это что, это ставридка, да? Ставридка свежая. 150. Есть можно копченую, вяленую купить. Пойдемте. Как раз у нас с Мироном все угорают. Мы ему забыли одежду. Миди 250, 200 рублей, свежий улов. Понимаете? Мы, кстати, в том году именно в этой палатке покупали. Блин, какая красота. Вот это вот я понимаю. Вот это рыночек. Я свежую не вижу вообще. Так, идем дальше. А, смотрите, рассказываю. Точно, я вспомнил сейчас. Здесь же есть чистка рыбы еще. И можно вот купить его. Тут вот одел прям полностью всего свежака. Можно прям любую брать. Малисал какой-то 200 рублей. Барагуля свежая. О, барагуля свежая. А почему она, здравствуйте? 300, здравствуйте. Вот, наверное, это наш рай. Насен, вот, свежая 300. Свежая. Берите, свежая. А вот мой жадик. Пятюнь у нас их доктейль. Свежая Тефалька. Вот, Тефалька, вообще, кстати, очень вкусно. Насен, а можно Тефаль взять или Барабуля все-таки? Можно Тефаль. А почему? Тефаль 320, 350. Барабуля 300, Стабрида 200. Стабрида 200. Вот, хорошая, свеженькая. Надо посолить, если надо. Здесь же могут почистить, слушай. Так. Вот еще свежие остатки 150 чего-то. О, есть креветки, это азовские. Ну, какая красота. А вот Барабуля уже 250. Ну, и прикольная. Кофе много, вот только посмотрите. Оставил своих в Тиньке и бегу искать банкомат. Здесь, в принципе, на одинаковых расстояниях есть Генбанк и есть РНКБ. Мы пользуемся картой Тиньков. Здесь мастер есть, но будем снимать с карты Мир и посмотрим, какой будет брать процент за обналичку. Думаю, что тысячи три сейчас сниму, чтобы нам и овощей, и фруктов купить, и рыбу. Вообще, там есть у некоторых терминал, но большинства нет. Поэтому пойду быстренько сейчас гоняю, сниму на лик. Вот он виднеется уже слева, РНКБ банкомат. Сейчас попробуем снять там денежку. Ну, надеюсь, комиссия будет минимальна, либо вообще не будет. На чеке написано, что комиссия согласна тарифам банка. Сейчас посмотрим, сколько взялось. Ну вот, сами смотрите, 3000 снял, комиссии никакой нет. Со Сбера, когда мы снимали в том году, была комиссия, брал, брал. Любой банкомат брал, что-то рублей 50 или 100, там зависит от суммы. Но у Тинькова нет, поэтому я всегда ее рекомендую. И ссылочку, как всегда, я оставляю в описании под видео. Решили все-таки вот брать барабульку. Вот, на 350 рублей вышло. Так, берем черешенку, вот по 130. И сколько авокадов на сегодня? И одну авокадику. Два. Дегустация местных персиков. Давай возьмем еще. Да, нам килограммчик. Килограммчик чего? Персиков. И помидоров. Куча всего набрали. Вот, и еще на выходе из Тандыра этим самсу купить. Перекусить пока будем готовить, да, на сцене? Ну да, я их покажу. Ну, вот она, черешенка. В ход пошла. Миронечку, походу, больше всего нравится. Да, сынок? Прекрасным видом на море. У нас здесь есть беседочка. Вот она, сейчас там стоит мангал. Сейчас пойдем жарить. Смотрите, что касается барабульки. Будем ее делать на углях все-таки. Сказали, что нужно снять с нее чешую. И как лайфхак, смотрите, видите вот у нее вот эта краснота? Когда она свежая, прям вот прям свежая, как мы ее только покупали, у нее вот эта краснота очень сильно выделена. Потом, когда она лежит, она уже пропадает. И потом вообще уходит. То есть, когда вы будете на рынке, смотрите, свежая всегда подороже. Вот здесь стоило 300, свежачок прям, которая уже беленькая стала, она уже стоила 250. Вот, это как вот, мы просто это вот сами не знали, вот теперь знаем. Мы с вами, естественно, делимся этой рекомендацией. Сюда засыплю сейчас соль, немножко замаринуется, и все, и будем жарить. Пока разгорается уголь, точнее, прогорает, да, до нужной температуры, нужно замариновать картошку, и мы еще купили перцы. Теперь мариную овощи. Ну, здесь у нас что, только картошка да перец. Больше ничего не будет. Ну, будут еще помидоры и огурцы, но это уже в таком свежем виде. И сюда чеснок, соль и растительное масло. Все, все это дело маринуется, и на мангал. Пока все готовил, уже и уголь поспел. Сейчас буду ставить все это дело. Ну, какой он у сегодня вид прекрасный. Барабульку вообще делаю на мангале, это, в принципе, с ней связался первый раз. Обычно всегда покупаем готовую. Надеюсь, получится хорошо. О, смотрите, какая красота. Это я перевернул. Вот это аппетитас. Прикольный цвет она, конечно, приобретает. Она прям становится такой, какой-то фиолетовый, что ли. Так жарит, но запахи. Жаль, что я не могу вам передать их. Это, конечно, очень ювелирная работа. Я загрузил вторую партию. Сейчас покажу. Кило 200 или кило 300 у нас вышло. Вот на две таких решетки. Ну и сейчас смотрите, какая красота. Это первая партия. Не знаю, будет ли вам видно. Там вот линия моря проходит. Посмотрите, какой там великолепный цвет. Вот этот вот, последний цвет. Целый день сегодня он такой. Не могу понять, почему. Красота, конечно. Вообще не передать словами. Я очень удивлен тому, что барабуля вообще не прилипла к решетке. Не знаю, с чем это связано. Масла я не добавлял. Только соль. И она вообще, смотрите, какая жирная. На рынке сказали, что кишки и из нее вообще не нужно убирать. Иначе как раз она потеряет весь свой жир. И будет очень сухая. Барабуль вообще никогда не чистят. Прикиньте. Вот. Ау! Горячо. Самое сложное, это снять ее с решетки. Потому что пальцы обжигает. Насеньку подняли. Мирончика разбудили. Вот они, овощи. Мальчишкам сок. Хлеб подогрелся тоже на углях. Правда, уже и не особо такой. И главное. Туру-ту-тум. Пиум. Собственно, приготовление сези, да? Вообще, впервые мы это делали. Ммм, какая красота. Будем ужинать с таким прекраснейшим видом. Посмотрите, какая у нас тут красота, ребята. Ну что, пробуем. Оторваем голову. Вдруг кто не знает, как ее есть. Вот оторвали просто голову. И я. И... Ну все, дальше хребет. Ой, какая она вкусная. Да? Не то, что в магазине. Короче, ты сейчас это... Вообще просто с ума сойдешь. Есть тесто, это значит, мы будем каждый день ее есть. Ммм... Охренеть, слушай. Она бомбическая. Ммм... Ты понимаешь? Разница. Разница. Да. Это потрясающе. Если вам кто-то говорит, что барабульку лучше жарить, не слушайте. Делайте костерчик и на мангале, на углях. Очень вкусно. Просто соль и все, да? Да. И вообще потрясающе. У него потрясающие вкусовые качества. Жира много, естся как семечки. Мы все, они все съели. Дошли дела до персиков. Вау. Крымские. Крымские персики самые вкусные. Кто бы что ни говорил, это прям... Ммм... Улет. Да, Тём? Угу. Ага. Звечерняя атмосфера на пляже. А да, нефорок купается. Не, ну взрослые, конечно, тоже купаются, это естественно. Ну, зачем? Да. Здорово. Вон Мирончик. Ой, Родиончик. Ну, Родиончик-то вот. Мирончик. А, Мирончик? Подорожали. А, вообще всех напутал. Короче, сидим так хорошо вообще. Там здорово. Любим мы Крым, безумно любим. Это что? Осталось только до Запада доехать, да? Но не факт, что получится. Ладно, буду завершать сегодняшнее видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, делайте репосты. А в комментариях ещё пишите, какое, например, у вас любимое место в Крыму для отдыха. Мы с вами прощаемся, увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Мироша, ты как с папочкой? Да, молодец. Водичка, кайф? Молодые, да? Молодые, да? Молодые, да? Парни замерзли, уже накопались. Я за вами не успеваю. Девочка боится, а он подразнивает. Не бойсящик. Не бойсящик. Ничего себе, это дельфин. Вроде как не попало, Славик, аккуратно. Вроде как не попадало. Мне не попадает, он уже против. Славик. Ты не съезжаешь? Ой, смотри, ты как раз.